Глобальный мир, который был привычен, продолжает рассыпаться. И те темы, которые раньше звучали как вариант «многополярный мир, он будет другим», теперь стали не просто мейнстримом, теперь стали общепризнанным мейнстримом. Беларусь — это то, где можно, грубо говоря, многие вещи брать и создавать для масштаба всей России. Для России на самом деле события, непосредственно военные действия, они вторичны. Первичным — это война за независимость от Запада. Ближайшие 5-7 лет — это будет период сплошных войн и катастроф. Глобальный миропорядок рушится, и куча-куча конфликтов сразу возникает по всему миру. Да, это большая цена, это выбор между плохим и очень плохим. С точки зрения конкретной судьбы конкретного человека — это ужас. С точки зрения страны, с точки зрения народа, с точки зрения будущих поколений, мы делаем правильно. Андрей Юрьевич, рад приветствовать вас. День добрый. Год подходит к концу. На ваш взгляд, какие ключевые события стоит отметить в уходящем 2023-м? Ну, я бы говорил не столько про события какие-то отдельные, я бы говорил про тренды. Самый важный, наверное, тренд — это то, что было обозначено в 2022 году, то, что стало некой основой. Оно развелось дальше. Оно дошло до финиша, и, собственно говоря, то, о чем мы тогда еще говорили, и большая часть просто не верила, большая часть смотрела на текущую как раз повестку, на события, говорили, да откуда вы эти берете? А мы говорили, друзья, тренд четко и ясно. Если у вас нет запасов, если у вас нет резервов, значит, вы ничего не сможете сделать. Если вы, наоборот, готовитесь к чему-то, вы сможете это пройти. И мы сейчас наблюдаем, что глобальный мир, который был привычен, продолжает рассыпаться. И те темы, которые раньше звучали как вариант многополярный мир, он будет другим, теперь стали не просто мейнстримом, теперь стали общепризнанным мейнстримом. И это является важным. Плюс это стали осознавать и, собственно говоря, остальные все игроки. И что более приятно, глобалисты перестали пытаться перезапустить мир. То есть вот эта вот идея о том, что мир можно будет оставить глобальным, но чуть-чуть его поменять, чуть-чуть отрихтовать, доделать, доработать напильником, она ушла. Да, появился Байден, который сказал, что мы хотим перегрузить мир, сделать его новым на принципах Америки. И дальше идет такой внутриполитический абсолютно дискурс, ориентированный не на нас, ориентированный на то, чтобы у них выборы, собственно говоря, и нужно хоть что-то делать. И это, собственно говоря, максимум того, что есть. Плюс из важных моментов, конечно, что отметят все, если Америка не наводит порядок, Америка не решает, то остальные начинают понимать, что можно все. И это можно все проявляется все больше и больше. То есть мы можем пытаться говорить о плюсах, минусах, можем вспомнить, например, Ближний Восток, можем вспомнить из последних событий смену в Аргентине, порассуждать о неких качелях право-лево, что на самом деле является некой аллюзией на реальную политическую борьбу. Но в реальности мир продолжает рассыпаться глобальный, количество степеней свободы продолжает нарастать, и то, что было неприемлемо, становится нормой. Когда Венюсселла в открытую проводит референдум и готовит почву для, понятно, не моментального захвата, а для долгого процесса объединения наций против некой под внешнюю задачу, и она ее выбрала, и она открыто говорит, не стесняясь, это много чего стоит. Когда, собственно говоря, политическая система в Латинской Америке доведена до такого ужаса, что приходит человек откровенный, даже не либертарианец, это хуже. Это смесь всего, что только можно, по принципу чума на оба ваших дома, это, мы говорим, у Хавьериса о новом президенте Аргентины, это уже показательно. То есть люди готовы голосовать за кого угодно, но из того, что им предлагают выбрать, из тех кандидатов они больше не готовы выбирать. Вот это вот отрицательный отбор в его таком максимальном проявлении на много поколений, и люди уже готовы голосовать за любой снос. То есть это классическая революционная ситуация, когда низы уже понимают, что будущего нет не только у них, но и у них детей, и они готовы на любые варианты. Потому что любой другой вариант хуже, и это тоже показатель. То есть та привычная нам система уходит. Мы можем посмотреть на Европу, которую вроде бы Америка сплотила против России и начала уничтожать об Россию, просто бить. И то в этой Европе начинаются процессы, которые все удерживать не получается. И это не только Венгрия с Орбаном, это, собственно говоря, и Словакия. Это изменения в других странах. То есть это процессы, которые начинаются. Они не являются предвестниками того, что в Европе вернутся традиционные ценности, вернется консерватизм. Но они являются предвестниками того, что в Европе будет разрушено то, что есть сейчас. Никто не готов предложить что-то для того, чтобы создать, чтобы сотворить. Какую-то новую мир-систему, новый мир-порядок, новые центры. Даже, например, сейчас происходят разговоры, будут созданы системы валютная БРИКС. И потом пришла новость, что некий английский банк встроился в эту систему. В БРИКС, то есть подключился. Но, друзья, посмотрите, что это за банк. Это банк, его иногда злые языки называют банк банков. То есть, по сути, это 400 лет существующий банк, связанный с семьей Барухов. То есть, те, которые стали у основания ФРС. То есть, мы наблюдаем ситуацию, попытки перестроиться. И они тоже пытаются встроиться в новую систему. Не потому, что они хотят полностью, чтобы исчезла ФРС. Нет. Они просто раскладывают яйца по разным корзинам. И это мир. Никто не готов ничего создавать и строить. Все готовы разрушать. Это из того, что мы наблюдаем в целом по миру. Отдельно смотрим Россию. В России все более интересно. В России тот консервативный поворот, который был обозначен в начале 22-го года, он пошел. Он не будет быстрый. Он не будет моментальный. Мы идем под циклом психоисторических элементальных войн. А Блицкриг в этой войне это 7 или 14 лет. Это долгие вещи. Подобное происходило, например, с отрицательным знаком в перестройку. Когда социалистическая страна, большая, уверенная в себе, красный проект, вошел в перестройку и вышел из него, когда громадные толпы населения аплодировали уничтожению своей страны. Вот это вот. Каких-то вот несколько лет и настолько все поменялось. Мы можем посмотреть на Иран во время Ирано-Иракской войны 80-88 год. Когда, по сути, входил Иран раздробленный. Только после революции. Где исламисты по влиянию были, но не более 50%. Революционные комитеты в городах там был все, кто угодно, главное против шаха. Начиная от маистов, анархистов, заканчивая исламистами разных вообще толков. И за 8 лет войны, противостояния именно Ирано-Иракской войны, произошло появление современного Ирана. То есть системы с очень серьезными смыслами, с подходами, где открыты границы. Где молодежь уезжает учиться за рубеж и возвращается обратно, не теряя себя. То есть это вот другой подход. Это люди объединены, у людей появляется понимание цель. И по сути Россия в 22-м году, в начале 22-го года вошла в такой период перестройки. Шаг за шагом. Мы не можем сразу вот отсюда попасть сюда. Ну просто потому, что это шоковая терапия. Это десятки процентов людей будут не готовы к этому. Необходимо потихоньку, шаг за шагом сдвигая, чтобы люди успевали перестроиться. Чтобы происходила возможность не быть впереди планеты всей. Мы понимаем, что есть люди, которые уже ушли далеко вперед и, собственно говоря, уже практически там показывают, что они оттуда. Но большая часть инертны. Из последних моментов. Был сейчас, будоражится вопрос по поводу абортов. Несколько там, пару лет назад количество людей, которые говорили, что аборты это плохо, аборты надо запрещать, это были несколько десятков процентов. Сейчас общество уже 50 на 50. И движение, и тренд идёт. И мы понимаем, что эти изменения будут идти шаг за шагом, постепенно. Да, сейчас, собственно говоря, говорится, ну как бы разговор будет идти о том, что ужесточать систему, убирать всякую коммерческую часть и прочее. Но дальнейшее пойдёт движение, понятно. Мы не знаем, где оно становится. И вот это очень важный момент. То есть мы поняли, что тренд есть, движение есть. С одной стороны, мир рассыпается дальше и нет никаких конструктивных форм для его удержания. В России самое важное – это внутреннее переустройство. Мы можем посмотреть по поводу, много разговоров идёт по поводу мигранции. Это плохо, раньше эти темы все прятали под ковёр. Любые разговоры тут же убирались. Сейчас они поднимаются, они наоборот показываются, идёт вмешательство, идёт формирование национального, ну народного недовольства. И дальше мы смотрим законы. В начале года, весной, был принят закон, который вступил в силу совсем недавно, изменения. Потом указ президента, который, собственно говоря, порядок навёл в многих вещах. И многие дыры, которые позволяли получать гражданство, не понять кому, они убраны. Ушли, например, принцип фиктивных браков. То есть гражданство только если есть общие дети. Ушла лазейка, которая позволяла год проработать, получить бумажку, что ты ценный специалист, получить гражданство, а потом заниматься не понять чем. Вид на жительство 5 лет. Убрано понимание носителей языка. Иди, доказывай. Потому что раньше под носителем языка красиво звучит, но по факту приходили элочки, людоедочки, с двумя десятками слов на русский язык, справки носителей языка, и, собственно говоря, это закрывалось. Это убрано. Да, не всё почищено, не всё убрано, но процессы идут. Мы смотрим, как происходит очищение в культуре. Сопротивляется. Богема первой волной вылетела, но многие остались. И сейчас их потихоньку начинают вскрывать. Не быстро. Нельзя моментально. Процессы будут идти лет 5-7. И мы через несколько лет не узнаем то общество, в котором мы будем находиться. Причём в положительном смысле не узнаем. Оно будет именно консервативным, традиционным, в смысле архаично консервативным. А в смысле не либеральным. Сейчас произошло запрещение движения одного чудного из кучи букв. Там буквы как-то разрастаются, и все перверсии там. Это тоже тренд. Который даже помыслить мы не могли каких-то 2-3 года назад. 2 года назад, начал 22-го года, проходит очередной стлёт имени Гайдара. Сидит Анатолий Борисович Чубайс. Вальяжно рассказывает, что Россия вышла на правильную сторону. История, она будет внедрять всю экологическую повестку. Всю борьбу с глобальным потеплением. Кстати, обратите внимание, ну не знаю как, Москву засыпало, ну не по пояс, но по колено, да. Климат меняется. Он естественным меняется. Посмотрите, пообщайтесь с палеоклиматологами, они расскажут, какие есть циклы. У Земли вообще-то циклы. Мы живём в самом конце межледниковья. Всё, в любой момент может начаться ледниковый период. То есть там порядка 80 тысяч лет, ну 94 тысячи лет период, ну идёт, соответственно, это в зависимости от солнечной системы, от расположения звёзд, планет, то есть звезды, планеты, это всё. 94 тысячелетия. Семь с лишним тысяч лет идёт межледниковый период. Мы в конце самом голоцена. В любой момент может начаться следующий ледник. Не надо пугаться, поскольку ледник будет ползти в своё состояние, ну сам, как правило, говорят порядка там тысячи лет и более. Ну максимум 500 лет, вот самые, называемые, такие жёсткие, страшные прогнозы, будет идти ледник. 500 лет назад были времена Ивана Грозного. Ну, друзья, мы успеем приспособиться. Успеем, называется, разобраться, как и на чего делаться. Но смысл в том, что настолько это по-другому всё по-разному. Океаны дышат, много чего происходит. И мы сейчас начинали бороться и планировали угробить всю индустрию, ну, по крайней мере, исходя из слов Чубайса, угробить всю промышленность, исходя из фантазий о том, что нужно уменьшать выбросы. Не наводить за собой порядок, не учитывать то, что сверхрост растений пошёл, океаны начали дышать активно. То есть, это биосфера, это система, которая компенсирует. Больше СО2 в воздухе, соответственно, кислотно-щелочной баланс, смотрим планеты, где СО2 является лишь одним из, причём не самым даже важным элементом. То есть, океаны это забирают, соотношение в воздухе и в воде 1 к 60. То есть, океан замечательно это всё забирает. Если много в океане, это всё выпадает в виде мела, вон на дно. Ну, друзья, о чём мы говорим, называется. А мы тут собирались угробить индустрию в развивающихся странах, чтобы развитые страны спокойно себе жили в рамках четвёртого энергоперехода. И это было каких-то два года назад. И мы смотрим сейчас. Никто не вспоминает ни про потепление, ни про вот эти вот все рассказы, ни про инклюзивный капитализм. Мы ломаем эту систему и забавно начинает смотреть даже тех, кто убежали, разные шоумены, богемы и прочие. Они вдруг начинают говорить, что оказывается, а похоже, что Владимир Путин был прав. А Россия уже выигрывает. Не надо как возвращаться, а как, соответственно, нужно показывать, что осознали. Через общих знакомых, ну, как говорится, как говорили в нефтегазе, труба круглая. Всё равно есть люди, которые нормальные, как бы и среди творческих людей, и нормальных патриотических взглядов, и ездящие на Донбасс, и с которыми можно поговорить. Но они продолжают общаться с теми, кто удрал, ну, как бы, дружеские отношения десятки лет. И говорят, да, многие из них переживают, многие из них не знают, как выйти. Но они как дети, которым рассказывали, что вот это хорошо, вот это так делать, и они в это поверили, то есть не разбираясь в этом. И тут решили, что им можно всё продолжать говорить. И высказали, не понимая последствий. Да какие-то проблемы. Тихо возвращаешься, гражданство у тебя никто не забрал. Никаких проблем нет. Езжаешь и едешь на Донбасс. Поедь на Донбасс с концертами. Просто, нигде не афишируя, не рассказывая. И я уверен, в течение нескольких дней это разлетится по всему инфляционному пространству. Это везде будет показано, не комментируя, просто действием. Ни словами, ни покаянием, ни рассуждениями, как ни прав. Действием покажи. Мы живём в стране православной культуры. Прощение. Это милосердие выше справедливости. Это наше. Покайся, искренне покайся, действием покайся. И вопрос будет закрыт. Да, понятное дело, если много чего наговорил, то это придётся и отвечать уже в рамках Уголовного кодекса. Но многие это максимум на административку успели наработать. Не давали деньги, не понять кому. То есть, и это можно. В конце концов, ну, каждый сам выбирает. Пересидеть не получится. У нас было много криков, когда отдельные олигархи начали возвращаться в Россию. Друзья, а что вы переживаете? Они сначала заплатили громадные деньги, чтобы вывести капиталы отсюда, туда, продав здесь всё за, в лучшем случае, пол цены, отдавая, чтобы к ним не было претензий. Они приехали туда, там им объяснили, кто они, что они должны каяться, платить, и ничего у них больше нет. И они потом платили ещё большие деньги, чтобы вернуться обратно. Сделки же не отменялись. От того, что там уже всё зафиксировано. Им пришлось по новой договариваться. Пару таких итераций ещё, и они станут, ну, нищими. Вот с этими переездами. Ну, а эти понимают. Они бизнесмены, они понимают, что как. Ну, давайте всё-таки откровенные дураки, даже из олигархов 90-х, до современности бы не дожили. Слишком серьёзный мир менялся. Там люди всё-таки умные, понимающие. Когда они говорят, ну вот, ну да. А актёры же многие, богема и прочие товарищи творческие, они же не хотят, они хотят пересидеть втихаря. Они не хотят признавать ошибки. А надо. А уже по-другому никак. Вам уже из всех утюгов, уже там, даже на Западе, начинают объяснять, что, друзья, если вы хотите вернуться, причём нам это не очень не надо. Я смотрю, большую часть того, кто уехал, всё своё максимальное творчество они уже сделали. Это уже часть культуры России. Это часть уже нашей традиции. Плохое, хорошее – это наше. Вы не можете это забрать. Вы можете что угодно рассказывать. Мы не хотим вас, чтобы песни слушали. Это уже не твои песни. Это уже песни – часть культуры. Да, они, соответственно, не самые лучшие. Там есть вопросы и прочее, но они уже часть. Но ты напишешь что-то новое. 99% нет. Ты нужен стране. Да, ты нужен России. Нет. Нужна ли Россия тебе? Да. И делай выводы. Но пока они не хотят. Пока качественно действием поехать и показать, раскаяться. Не сыграть распокаяние, а именно раскаяться. Обруби всё. Сделав так, чтобы не сидеть на двух стульях. И там, и сям, и вот я вот здесь, но я вот с этим проживаю сейчас. Нет. Жёстко заведить позицию. Я рассказываю о том, как меняется Россия и как она будет меняться в ближайшее время. Вам не кажется, что очень многое из того, что происходит сейчас в Российской Федерации, когда-то уже было сделано в Республике Беларусь? И какие-то вещи, ну, я не говорю, что списываются, но очень похожи. В Беларуси было немножечко по-другому. В Беларуси не доводили до такого безобразия. По сути, в моём восприятии, чисто субъективном, долгие ещё до всех событий. Когда я начал ещё в 2018 году прописывать стратегии именно развития мира, стран, вот многое из того, что сейчас происходит, я не пишу, что мне будет так, так и так. Я говорю, есть два-три варианта, в какой из них мы попадём, это зависит от человека. Ну, человеку дана воля, свобода. И субъектные, и сильные личности, собственно говоря, направляют. Но они не могут направить из ниоткуда в никуда. Поэтому сильные личности выбирают. Но когда я описывал эти варианты выбора, я описывал в том числе и для Беларуси. Какие у неё, грубо говоря, есть варианты. И вариантов там было не так и много. И самый понятный, ну, в моём восприятии, Беларуси как Брестская крепость. Брестская крепость Красного проекта. И для меня то, что происходит в Беларуси, много ближе, например, по людям, по элите, чем то, что у нас творят олигархи, которые сейчас вот убегали, чем вся вот богема. Потому что, извините, тут оно было, тут осталось ещё. Да, мы понимаем, что венье и либерального, и Запада, оно оказывало влияние. Но чистота именно советская ещё намного больше сохранилась. Когда мы говорим, например, про белорусскую элиту, это, по сути, имперская элита. То есть, которая всегда делает больше, чем есть ресурсов, больше, чем есть возможность. И по-хорошему, я считаю, что должно быть общее пространство. Не в том смысле, как границы и прочее, не надо. Это политика вот этого развития. Смысл в том, что элита должна быть общей, принципы должны быть общей. В Беларуси есть много того, что нужно России сейчас, например. То же гражданское машиностроение, которое нужно и навозрождать. Его не нужно пытаться копировать в России. То, что, например, мы говорим о том, что в самом начале Голливуд в Новороссии нужно будет возрождать то, что было. Я говорю, ребят, никто не будет возрождать в Новороссии то, что было. По одной простой причине. У нас нет проблем с металлом, у нас нет проблем с углем, а все остальное там уже устаревшее, потерянное, легче строить на новом месте. Плюс многие вещи уже скопированы, созданы, и это будет возрождаться раньше. Нельзя ждать, пока там это все очистится. Вот Беларусь это то, где можно, грубо говоря, многие вещи брать и создавать для масштаба всей России. Плюс у нас в перспективе есть очень интересный момент в России 30-е годы, ну конец 20-х, уже ближе к 30-му году и далее, это будет фактически освоение Юга Сибири. То есть мы часто это забыли, но тот кедровый тракт, о котором говорил Сергей Шойгу, это стратегическое развитие Юг Сибири, это, собственно говоря, условия земледелия, то сельское хозяйство как база, и индустрия, и научно-производственные комплексы, и вот там нужен будет опыт Беларуси. Вот это туда нужно будет встраивать. И не смотреть наши, ваши, не друзья, это общие. И мы не должны выдаться внутри себя эти делить. Белорусские элиты ну дадут по многим форумы, кроме тем элитам, которые были либеральны, то есть это нет. И то, что происходит в России, это по сути некое выравнивание проведения в божийский вид. Беларусь просто не довела до такого безобразия. Не допустили вот этого всей этой вакханалии. На нее меньше обращали внимание, ее меньше пытались переформатировать. Она была неким франдером в этом глобальном мире. Даже вспомните, когда ситуация была с пандемией, как это было. То есть это все равно была позиция, возможность. И мы сейчас понимаем, что принятая медицина была злом. Но давили так, мы не были готовы тогда сопротивляться. Мы расслуживали предмассивный капитализм. Мы пытались сделать с глобальным потеплением, что политическую экологию все ушло. Поэтому да, Россия очищается. Это будет процесс несколько лет. Сразу нужно понимать, что не будет быстро. И то, к чему мы придем, мы будем смотреть и удивляться, как мы могли жить. Ну, как мы могли серьезно слушать Чубайса? А ведь слушали. И мы поймем многие вещи Владимира Ивановича Путина, который на вопрос, является ли он либералом, в конце 22-го года сказал, да, я либерал, я за свободу мысли. Вырвали кусок либерал и не поняли, о чем он сказал. В современном Западе нет свободы мысли, есть свобода слова, причем только ограниченная в нужном контексте. А он сказал про мысль. А свобода мысли это подходит к заповедям не возжелай жену. Отвечать за мысли, даже не за слова, не за действия, а за мысли, но этому надо учиться. И он сказал, да, свобода мысли. Не слова, не пакостить и прочее. А, ну, и не поняли. Взяли первый кусок и сказали, а это даже не вальторианский. Это более глубокий, а такое христианское понимание называется свободы. И мы жили тогда, мы воспринимали это все. Мы всерьез обсуждали все эти инициативы жуткие, либеральные. Мы с вами затронули тему изменений климата и влияния человека. Вот тот самый антропогенный фактор, который, ну, как многие считают, очень преувеличен и на те же выборы СИЦО2 и так далее. Ну, вот на последней конференции по климату ООН, которая была как раз Дубае, в очень таком тоже регионе, который без огромного количества энергии, но очень сложно представить, как там будет вообще поддерживаться жизнь, но, соответственно, без огромного количества денег. То есть, тут одно из другого вытекает. Но вместе с тем, вот вы сказали, это к Беларуси, это фрондер. Александр Лукашенко выступал там и, в общем-то, с большим успехом и говорил о том, что во время конфронтации, которая сейчас происходит практически везде, очень сложно, на самом деле, говорить о стремлении к какому-то климатическому равновесию, климатическому порядку, если хотите, на планете и так далее, и так далее. Надо бы войны как-то приостановить и средства, которые тратятся на эти войны, если направить на решение, может быть, громко сказано, климатических проблем, потому как, действительно, космические циклы, мы против них бессильны. Но каких-то локальных, почему нет, направить туда, то гораздо было бы больше пользы всем от этого. Но вместе с тем, договорились создать фонд потерь и ущерба, вот так он называется, уязвимых стран, которые связаны с изменением климата. Какие-то государства типа Германии, там еще кто-то, уже готовы прям туда небольшие какие-то деньги вливать в этот фонд, но по сравнению с теми триллионами, которые тратятся на войны, в том числе известные нам сегодня, но это слезы, это ни о чем. Вот на ваш взгляд, это вообще способно когда-нибудь человечество понять, что не так надо распоряжаться средствами? Это вопрос, скажем так, выходит в момент, во-первых, являются ли войны нормой? Для современного человечества – да. Как только исчезает количество войн, как только уменьшается встряски, тут же начинается отрицательный отбор, начинается разложение и упрощение, к сожалению. Советский Союз после Великой Отечественной войны толком не воевал. Это были конкретные локальные операции, в итоге мы получили застой брежневский, мы получили перестройку. Не было даже то, что было Афганистан, это вот единственная война по сути, крупная, все остальные это были чистые операции на уровне отдельных направлений. не дал встряски, наоборот, только ухудшил. Так получается, что без военных конфликтов нет развития. Это происходит уход по сути к стабильности, консервации того, что есть, к очень медленному вариантам развития, и это было бы возможно, если бы это были все цивилизации такие. Но когда есть агрессия, когда есть понимание, что ты можешь резко быстро решить свои вопросы, опять будут войны. Ближайшие 5-7, наверное, 10 лет это будет период сплошных войн и катастроф. Вот глобальный миропорядок рушится, и куча-куча конфликтов сразу возникает по всему миру. Горячих точек будет много. Мечты решить Блицкригом свои проблемы, внутренние проблемы везде будут нарастать. И за счет маленькой победоносной войны добиться ресурсов, это будет мечта. И это по всему миру пойдет. Причем многие будут не просто что захватить, а своих объединить. Внутреннюю оппозицию разгромить, это тоже будет идти. И мы будем наблюдать в ближайшие 7-10 лет сплошных войн региональных. В Юго-Восточной Азии будет тяжелее всего. Там линия столкновения будет Китай и США, ну или стран антикитая, за которым будут стоять США, это 25-26 год, когда обе стороны начнут подходить с запросом на такую войну, региональную войну. Но в этих условиях вплоть до тактических ядерных бомб будет летать. То, что сейчас на Ближнем Востоке, это цветочки. Это мелкая операция, как это будет разрастаться. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что да, хорошо, мир без войн. Скорее всего, это не ближайшие десятилетия точно. Такого объединения не получится. Плюс, давайте четко понять, нету такой идентичности, как человек. Общечеловеческой идентичности нет. Есть люди, которые присваивают себе право говорить от имени общего человечества и этим манипулировать, спекулировать, что зарабатывают. То есть, это отдельный разговор. Понимание, что есть мы, единые люди, придет только тогда, когда появятся они. Причем они это не стихия, не проект общий. Должен появиться нечеловеческий разум, и тогда мы сможем объединиться. До тех пор, пока не появятся некие они, мы не будет. Собственно, в психологии, если мы начинаем смотреть, идентичность так и появляется. Сначала появляются они, и только потом мы. Он, потом, соответственно, я. Через отрицание происходит формирование понимания, кого мы такие. да, начинается конструктив, но сначала нужно отмежеваться от чего-то и дальше начать выстраивать себя. Вот у нас нету объединяющего врага, другого, непонятного. Поэтому мы будем развиваться, мы будем внутри себя вариться с войнами, катастрофами. СВО, которое сейчас идет, это та самая для России, это та самая встряска и импульс для развития получается? Теперь да. Изначально СВО в локальном понимании, то есть боевых действиях, которые идут на территории Украины, или все-таки в более глобальном противостоянии с западным миром? То, что сейчас происходит для России, на самом деле события непосредственно военные действия, они вторичны. Первичным это война за независимость от Запада. Как в свое время Соединенные Государства Америки провели войну за независимость от Британии, так по сути сейчас Россия проводит войну за независимость от глобального мира, от США, от мира системы Пакс Американо. Выйти из этого, признайте нашу независимость. Это стратегический уровень. И экономическая война, которая против нас ведется, это стратегический уровень. И она ведется успешно с нашей стороны. Блицкриг первые девять месяцев мы проскочили, даже толком не заметив. Это разрушение текущих поставок производства, текущих производств цепочек. Мы смогли все распараллелить. Следующий Блицкриг это два два с половиной года, это когда станет вопрос, можем ли мы поддерживать производственный комплекс, то есть оборудование, станки, производство, логистику без внешней поддержки. Собственно начало первого полугодия 2024 года. Мы уже видим, что уже прошли, что уже нормально, потому что у нас нету громаднейшего количества катастроф, которые должны просто останавливать все. У нас нет падения на десятки процентов экономики. У нас экономика живет по сути в том же режиме, что и жила, спокойно, без каких-то проблем. мы можем посмотреть опережающие индексы промышленности, реальной экономики. У России они в плюсе, у Европы они в минусе. Причем тот экономический рост ВП, который показывают, это рост не столько услуг, это рост именно промышленный. Причем он очень аккуратный. Когда начинают кричать, нужно проводить Россию на мобилизацию, на ВПК, нет, сделали очень аккуратно. По чуть-чуть подняли, зачистили без излишек под нужные результаты. Причем это делается так, что это же оборудование, эти же производственные комплексы, во-первых, они будут использоваться для восполнения потерь, которые, собственно говоря, на поле боя. Дальше мы будем ближайшие 7-10 лет основным практически поставщиком для большого количества стран оружия. Оно даже более будет прибыльно возможно, чем нефтегазовые доходы. Плюс давайте так, мы от нефтегаза уходим. Сейчас мало кто обращает внимание, но, например, громадное количество объектов нефтегаза переработки сейчас в России строится. 25-26 год это выход их на запуск этих производств. Переработки. Тот газ, например, который планировался по северным потокам отправлять через Балтийское море в Германию, он весь будет использоваться на берегу. Там громаднейшие комплексы нефтегазохимические будут производства. Зачем нам отправлять, например, туда CH4 метан, если мы можем играть NH4, то есть меняем углерод на азот из воздуха и получаем удобрения. Это дороже. И так по всему. Такими темпами надо, конечно, смотреть, то есть пока все-таки это косвенные данные по стройке, есть просто некие инжиниринговые системы, которые понятны, уникальны, есть люди, которые являются ведущими специалистами в этом, они говорят, мы эти все проекты просто видим. Вот это, вот это, вот это, вот это. Но речь идет о том, что количество экспорта, потребность в экспорте нефти, газа сокращаться будет в разы, а экспорт как раз больше, следующей переработки вырастет. То есть мы уходим от чисто ресурсно-сорьевой экономики. Это сейчас происходит. И это будет дальше. То есть мы готовимся к этому уйти. И это очень позитивный момент, который не видят за вот всем происходящим. Все смотрят на карты военных действий, на потери, на туда-сюда это вот все ходит, называется линия фронта, не понимая, что с той стороны уже ничего нет. Там хуже, чем было у Германии в конце Первой мировой войны. Там ничего не осталось. То есть экономики нет, промышленности нет, Европа, США не запустила ничего. Когда сейчас начинает говорить, что вот, наконец, Киев решил создавать линии обороны. Но, друзья, я работал в нефтегазовой стройке. Я примерно представляю себе, что такое канава. Вот трубу 1420, чтобы ее еще метр сверху засыпать землей, чтобы она вот лежала. Сколько это делается, как строится и прочее. Там речь идет о том, что тысяча называется километров, ну просто несколько рядов называется, это все еще бетонные конструкции, это все еще мины и прочее. Ребята, это несколько лет на такой объем строить. У вас несколько недель. О чем мы сейчас говорим? Европа поможет. У Европы нет пока бетонных конструкций. Посмотрите, что у Европы происходит. У Европы индекс промышленный, 50 это средний, у них 30 чем-то уже улетело все. Самое веселое из этого всего, что уже в Штатах сказали, что у них нет золотого горшочка, где можно взять денег на помощь Украине. Уже все, закончилось все. Да, об этом говорили, когда в 22-м году, собственно говоря, мы об этом говорили, что, ребят, тут дно видно. Нам говорили, вы ничего не понимаете, сейчас оно и дальше громадье планов. А давайте мы в рациональный дискурс вернемся. Давайте мы из мира фантазий и картинок на карте просто посмотрим. Россия даже частично мобилизация экономики толком не правит. То есть она потихоньку шаг за шагом делает. Она не сломала то, что есть. У нас абсолютное большинство людей живет в той же логике и парадигме, что жили до этого. Ничего у них не поменялось. И мы тут начинаем говорить о том, что сейчас изменится. Ребят, мы с 42-го Блицкрига сейчас проходим, все, дальше уже затяжная война, а у Соединенных Штатов 25-26-й год Китай. Мы понимаем, что Ближний Восток это красивая картинка, под которую можно решить кучу проблем внутренних, перевести внимание, забыть про Украину, победить. Не получается победить русских, давайте победим арабов. Да, там какие-то полупартизанские, подготовленные, да, это серьезно, это вот-вот-вот, но победа будет. Будет победа, мы ее отпразднуем, скажем, что мы напугали Иран, он не напал. Мне кажется, ребята, а почему тут Иран? Вот какие конкретно противоречия есть у Ирана и Израиля? Вот убираем всю словесную шелуху, правильно ли? Никаких. У Ирана и англосаксов? Вот сейчас уже никаких, раньше были. Ирану нужна война с Израилем? Да нет. У Ирана Персидский залив, где в основном население шииты, вся нефтегаз сосредоточен на монархии все Суницкие. У Ирана Курдистан, Турция, которая ему мешает. Вот две проблемы Ирана. Ирану не нужен Израиль. Иран будет играть, держите меня семеро, его прокси будут пакостить, стрелять по кораблям, но сам Иран будет заниматься своими делами. Но Америка сможет рассказать, что Иран хотел напасть, но приплыл могучий американский флот, испугал Ирана, никто не напал. избиратели, посмотрите, какая мощная Америка. Но они для этого флот пригнали. У США сейчас было порядка дюжина авианосцев. Просто неизвестно, сколько из них плавают еще, потому что реально в море больше двух авианосцев практически не бывает. Они в девятнадцатом году выпнули в море семь авианосных групп и быстро загнали обратно их в Балтимор. Ну, потому что оно не плавает. Кто-то на пятнадцать месяцев в ремонте, кто-то двадцать один месяц, кто-то в бесконечном ремонте вообще непонятно выйдет. Потому что это очень дорогая сложная вещь, которую на обслуживание уже тяжело. Два авианосца, плавающие в море, это является нормой для них. И вот они двое по щелчку пальцев оказываются около Ближнего Востока. Но, друзья, чудес не бывает. Ну, самое самое интересное, что эффекта ну, так себе. Ну, я не думаю, что те ребята там с калашниковыми в кедах сильно испугались этих авианосцев. Они вообще не поняли, что это такое. Ну, да, что это большое, красивое. Ну, хорошо. Молодцы. Спасибо. По нему стрелять можно. По нему можно отправлять беспилотники. Ну, там нет. Ну, я думаю, что там с такими беспилотниками там справятся. Хотя, ну, эффективность авианосцев как таковых в последнее время подвергается большему сомнению после появления определенных боеприпасов, ракет, гиперзвука и так далее. Но это оставим уже, как говорится, военным. Просто возвращаясь к тому, что происходит на Украине, вы же понимаете, что большинство задается простым вопросом. Особенно те, у кого кто-то из близких друзей и родственников участвует непосредственно в СВО и находится сейчас там, где-то на линии боевого соприкосновения. Когда это, в общем-то, может закончиться? И желательно, чтобы, ну, с положительным результатом. Вот один простой вопрос, который люди себе задают. Ну, или ищут ответы где-то еще. Завершение противостояния с Западом это не раньше 25-26 года, просто по причине того, что тогда Западу нужно будет закрывать противостояние с Россией и переключаться на Китай. Это, грубо говоря, какой-то мир, какое-то более-менее нормальное состояние. Разговоры по поводу того, что фиксация территории, корейская схема и прочее. Друзья, есть не корейская, есть вьетнамская называется. Кейс, давайте Вьетнам рассматривать. Вот он более подходит к ситуации. Странные люди. Вот Украина, там, Запад готов зафиксировать линию. А Россия это с чего бы? Ну, друзья, вспомните, кто определяющий, кто решает. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович Путин есть замечательный метод ведения переговоров. Каждый следующий шаг он предлагает все меньше, меньше, меньше. Он предлагал вначале, отказались. Были истамбульские соглашения, какие бы они ни были, отказались. Ребят, следующее предложение никакого текущего не будет. Следующее предложение это будут Одесса и Харьков. Для понимания просто называется в минусе еще. Вот минимум. Плюс жесточайшая демилитаризация и много еще чего. Не готова Россия сейчас будет останавливаться. Плюс с той стороны практически нет мобилизационного потенциала, нет военных, нет техники. Ничего нет уже. То есть остатки еще идут. Да, США сейчас будут продолжать подкармливать, давать деньги. Они не перерубят сразу. По остаточному принципу, по чуть-чуть оно будет идти в надежде продержитесь как можно дольше. Будут запинывать европейцев на поддержку. То есть это еще эпопеи вот со всеми будут еще продолжаться. Но где-то к середине года там уже просто нечего будет делать. Плюс нужно будет к выборам это все убирать полностью из информационного поля, пространства. Поэтому скорее всего это будет затухать. Но затухать в каком смысле? Большая операция России и вот тогда уже можно говорить о некой фиксации. то есть до большой операции России с разгромом того, что еще осталось от украинской армии, чтобы обеспечить невозможность ее восстановления, это ключевой момент. Армия не должна восстановиться с той стороны. Не передышки. Минск-1, Минск-2 хватило, Минск-3 не надо. Вот это нужно понимать. Никто не идет, то есть ну давайте так, если бы Россия исходила из более долгой военной операции, выходящей там за предел где-то середина 24-го года, сейчас бы была мобилизация вовсю, частичная, на замену тех, кто был. Ну просто потому, что подготовить нормально механические навыки на полигоне это 4 месяца минимум. Сержанты полгода. Соответственно, вот замена, то есть тихо, спокойно, не бросая уже, плюс набрали контрактников под полмиллиона, то есть как бы тут вот такие вот варианты. Это будет сейчас додавливание. ВПК Раскочегарин. Сергей Викторович Чемизов недавно выступал, называется, там десятки раз по некоторым позициям больше дали, то есть гособоронзаказ и прочая прочность, вот все вот есть, это подготовлено. Запасы есть, резервы есть, какая фиксация? Сейчас будет добивание. Бросок должен переходить на болевой. Если у вас футбольный тайм, матч, он длится 90 минут. Если вам не нравится результат после 30 минут вы не можете остановить матч, вы обязаны его доиграть. И мы будем его доигрывать. Поэтому раньше середины 24 года завершения активных боевых действий я не еду просто, потому что они не сдадутся и не дадут возможности. Мы будем просто добивать. Причем добивать это будет не громадные штурмы. Это будет именно задача не захватить территорию, задача уничтожить врага. А дальше смотрите, где закончилась Первая мировая война, когда Германия сдалась. На территории Германии не было войск. Военные действия не велись. Все военные действия велись за территорией Германии. Но Германия проиграла. Не нужно смотреть на карту территорий. Когда становится понятно, что все, войск больше нету, и вот там вот тогда собственно все и заканчивается. С той стороны близко к этому. Не запущен ВПК ни Европы, ни США. У каждый квартал я открываю отчеты, начиная от Локер до Боинга, там подразделения, заканчивая Рейн Металл, вот называется, который европейский, и смотрю, что у них изменилось. У них квартальные отчеты не меняются толком ничего. Нету дикого роста, нету больших капитальных вложений. Да, цена растет, выручка растет, но особо ничего не происходит, причем по отдельным позициям. То есть нет этого роста объемов, они увеличить не могут. Они не могут построить новые заводы, нет ни людей, ни техники, ничего. Все, что можно, с той стороны за несколько дней отстреливают больше, чем производят за год в Европе. Ну о чем мы говорим? Запасы до дна. И это было понятно, что уже запасы до дна пошли. У нас идет развитие. Посмотрите, как начали сбивать самолеты. Когда самолеты по несколько штук в день начались носить, просто потому, что собрали систему, соединили, отработали, и все, что взлетает, тут же сносится, сбивается. И все. И развитие идет. Я общался с людьми, которые занимаются беспилотниками. Говорит, когда все начиналось, мы ездили там, и куда-то, где-то, вплоть до Израиля называется. Мы смотрели, что у них есть. И мы, говорит, тогда отставали на 8 лет. Вот потому, что было. Нам нужно было 8 лет, чтобы их догнать вот просто до текущего уровня. То есть, вот это вот так все развитие шло. И говорю, а сейчас? Ну, говорит, еще немного, и мы их перегоним. И вот так по многим позициям, это позиция, которая не наша была, а из позиции, которые наши, где у нас и так все было, называется, не худшим образом. И вот этот вот всплеск, это развитие, оно общее. И нам нужен этот период, то, что у всего есть своя цена, но победа Блицкригом не позволила бы нам переродиться, измениться. Да, это большая цена, это выбор между плохим и очень плохим, но с точки зрения конкретной судьбы конкретного человека это ужас. С точки зрения страны, с точки зрения народа, с точки зрения будущих поколений мы делаем правильно. Спасибо большое, Андрей Юрьевич, за этот разговор. Всего доброго вам и с наступающим Новым годом. Спасибо, взаимно, с наступающим Новым годом, друзья. Редактор субтитров А.Семкин